Традиционное аппаратное совещание под председательством губернатора Сергея Морозова было посвящено нескольким темам. Первый из них – усовершенствование работы жилищно-коммунального комплекса региона. Глава области выступил с инициативой создания Совета собственников жилья в каждом муниципальном образовании. Расширять свою деятельность должны и ТОСы. Губернатор высоко оценил такую форму организации самоуправления жильцов. Я вчера в обед после совещания с Екатериной Владимировной и рядом коллег приехал по приглашению Сергея Сергеевича Панчина в Засвежкий район. Там район улицы Облуково, где ТОСы проводили большой спортивно-оздоровительный праздник. Практически давался старт Масленицы. Вот без всякой ложной скромности могу сказать о том, что где-то тысяч по десять собралось народу. Регулировать и направлять свою деятельность посредством Координационного совета будут управляющие компании. Такая организация помогает решить ряд существенных проблем, повышать качество обслуживания жителей, а параллельно с этим снижать затраты на коммунальные услуги. Но больше всего изменений ждет региональный фонд модернизации ЖКК, отвечающий за проведение капремонта. Учреждение вырастет в штат сотрудников, улучшится деятельность финансово-экономической службы. Курировать работу с фондом от правительства будет специальный сотрудник из Министерства промышленности, строительства ЖКК и транспорт. Одному из заместителей директора фонда поручен непосредственно взаимодействие с управляющими компаниями и собственниками жилья. Эта функция возложена на Нину Сударанову, покинувшую пост руководителя фонда. Нового председателя определяют по конкурсу. На исполнение обязанностей назначается Хаджибаев Александр Сергеевич. В настоящее время он замещает должность заместителя директора областного государственного казенного учреждения Ульяновского обл. стройзаказчика. Ответственность за работу с фондом в ранге заместителя руководителя появится в каждом районе. В ближайшее время муниципальные образования определяют графики погашения долгов перед организацией, занимающейся проведением капремонта. Второй большой темой аппаратки стали уборка и вывоз снега. Снежные массы не только затрудняют проход и проезд, грозят они и худшими последствиями. При таянии вода пропитывает грунт под асфальтом, а это, в свою очередь, приводит к разрушению дорожного полотна. В ситуации с вывозом снега губернатор остался крайне недоволен. Заехал в микрорайон Репина, посмотрел, остановился, там люди просто возмущены, Гаев, где у нас, возмущены тем, что вообще не вывозят снег. Так вот, последние все снегопады, которые прошли, ни одной машины, ни одного трактора не было. Стыд и позор вообще. Кто за это будет отвечать? Когда мы тоже научимся за это серьезно спрашивать? Ведь кто-то уже, так сказать, деньги списал на работу, как будто там каждый день там работали. А вот сельскому хозяйству осадки только в помощь. В этом году во всех районах, кроме Радищевского, их выпало больше, чем в прошлом году. Это вселяет надежду на получение в итоге нового рекордного урожая. Но есть моменты, вызывающие тревогу. Главная задача – сохранить объем площадей. По планам общая посевная площадь в 2017 году должна составить не менее 981 тысячи гектаров, в том числе зерновая группа 540 и 6 десятых тысяч гектаров. Однако, предварительная структура посевных площадей требует доработки. Ряд районов допускают снижение общего уровня посевных площадей по сравнению с 2016 годом. Губернатор поставил задачу бороться за то, чтобы каждый гектар земли пошел в дело и не простаивал. Вызывает тревогу ситуацию с обеспечением минеральными одобрениями в некоторых муниципалитетах. Так, в Барышевском и Теренгульском районах их закуплено меньше 50% от необходимого объема. Волнуюсь, например, там, опять же, Забарыжский район. У нас там Сергей Владимирович плохо занимается сельским хозяйством. И вы там никто не занимается. Извините, район огромный. Последней темой аппаратного совещания стало проведение маслениц. Сергей Морозов распорядился активнее заниматься организацией народных гуляний на праздничные недели. Большое внимание было уделено Сенгелею, который в это воскресенье должен стать центром блинного веселья. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда.